Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием The Dramaturk. Я не буду читать, как написано, но вы понимаете, что это название. Друзья, давайте перед началом не забудьте поставить свой сочный лайк и, конечно, подписаться на какую-нибудь из соцсетей, которому удобно. А лучше, конечно, Telegram, потому что когда стримы, я там пишу оповещение, что они будут. Иначе вы никак не узнаете, что тут стримы, если вам интересно. Да, давайте начинать. Вы действительно хотите? Нет, я не уверен. Стальные рельсы. Это все, что вам нужно знать. Так, слово Taumaturk происходит от греческого и означает чудеса. Получается, не драматург я, а пиздобол. Тауматурги или темпераманты способны узнавать уже и тайны. Они видят изъяны раны человеческой психики и могут вывести их на поверхность. Но поможет ли это изучить душу? Невозможно объяснить, кто такие Taumaturk, не родившись одним из них. Будем познавать, да, играть. Невозможно же узнать. Озвучка будет русская или мне надо будет читать? Как выяснилось, сегодня я плохо читаю. А еще хриплю. А еще миллион тысяч лайков, друзья. Ты уже много лет приходишь ко мне в сновидениях, а в последнее время все чаще и чаще. Я знаю, это ты. Но как же сильно изменилось твое лицо. Не уверена, что смогла бы узнать тебя при встрече. Я не знаю, что я не знаю, если я тебя видела. Надеюсь, тебе не стало хуже с тех пор, как я получила твое последнее письмо. С трудом представляю, какой кошмар тебе приходится пережить. Переживать. Она сказала, надеюсь, ты не одинок. Уверена, отец радость тебе поможет, если ты его об этом попросишь. Уверяю ни словом, не обмолвлюсь. Ему о твоих поисках и о твоем здоровье, как ты и просил. Он не знает твоих намерениях. И видит Бог. От меня он тоже ничего не узнает. Понимаю, ты не надеешься на чудо. Но всевозможные кудесники, священники и шаманы нередко пользуются слабостью тех, кто оказался в трудном положении и готов согласиться на любую помощь. Надеюсь, тебе станет легче, если ты отыщешь человека, которого преследуешь. А если нет, то помни, что бы ни случилось, мы придумаем, как тебе помочь. Пусть мы не знаем, как именно, но я верю, что это возможно. Дай знать, когда доберешься до места назначения. Надеюсь, ты безопасности. С огромной любовью. Лигия. Слушайте, название. Начало интересное. Я бы сказал, интригующе. Потому что мне пришлось читать, а не смотреть на картинку. Глаза у них какие-то мутные. Как будто в РДР приехал. О, я же говорю. Так, два билета, да куда? Здравствуйте. Уделите минутку. Хотелось бы отправить телеграмму. Разумеется, прошу прощения, сударь. Вы в порядке? Да, благодарю. Выглядите так себе. Благодарю. Так себе. Благодарю. Что пишем? Проектовать послание. Для начала подшутить на нем. Давай так пошутим. Записывайте. Прибыл. Виды красивые. Люди, на первый взгляд, приятные. Твой и два живой коллега. Фига себе, шутка. Простите, не хотел обидеть. Ладно, давайте заново. Прибыл, кажется, нашел его. Надеюсь, примет. Напишу при первой возможности. А деньги? Оплата по получению. Что я добавил? Передаю сестре. Рассердить отца. Ничего не добавляет. Мм. Обнимаю любимую сестру. Моя сестра. Красиво. Кто отправитель? Меня зовут Виктор Шульский. Латиница и вот так вот. Любопытное имя. Ух, он из Варшавы. Почему Варшава, это Россия? Россия, тут Россия, там Россия. Вот Грузия вообще-то. А мы в Грузии. А что вы на английском говорите? Всего в Грузии. Нахрена вы на английский переводили? Знаю, знаю. Ладно, забудем. Ух ты. Что, что? Я это сам себе. В какой стороне деревни? Извозчик как раз забирает почту. Может, где-то там у него спроси. Благодарю. Вот чудной. Так. Вы можете свободно перемещаться между локациями. Ух ты. Фига себе, смотрите. Это я мышкой нажимаю. Хе-хе. А мы что, в Ведьмака играем или что это? Видимо, каждые такие всякие штучки прикольчики есть прочесть. Кажется, мне будто со времени твоего последнего письма прошли годы. Или, быть может, что зима заставляет смотреть на все доброе и тепло через обратную сторону подзорной трубы. Как ты мог понять житие в изнании? Я не балую. Будучи годы назад. А мне надо все это читать. Все. Давай. Интересно увидеться. С кем? Кто письмо писал? Так. Восприятие. Будучи тутауматорогом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия. Такие слова. Хрен вы говоришь с утра. Вы видите-то, что скрыто от других. Можете предугадывать действия врагов. Спасибо. Все. Пошли. Используйте восприятие. Да я уже нажимал случайно. Так прикольная. Идея прикольная, что он так щелкает пальчиками. Хоп. Мужик. Надо прочесть. Тифлийский вестник, нависшая над Тифлисом тень трагических событий 29 августа, погрузила город в глубокий траур. Вчерашнее собрание, на котором планировалось обсуждение реформ, предложенных министром Булыкиным, было грубейшим образом прервано, нажавшим мной на F. Нажал F и все. О, там опыт дают, когда читаешь. Видели? Короче, читать надо. Здорово. Здравствуйте. Вы часами в деревню или направляетесь? Приветствую. Куда еще? Тут больше ничего и нету, никого сударь. Так мой вокзал, деревня, кладбище. В гору лошадка не поедешь. Деревня там не нужна. Ну, коль у вас там занятия, поедемте. Большое спасибо. С лавцом дорожным перекинуться, милое дело. Так, нам покажешь, как мы едем. Ну-ка, сцену у них прикольный, пролог. Надежда на... На L, что-то слово. Она лучше, наверное. Здесь больше ничего и нет. Не заблудитесь. Ступайте в кабак прямо до маленькой площадки вверх и по ступенькам. Там вам расскажут, где это цветоша. Иной раз он сам там и сидит. Спасибо. Забавно. Отдохни. Графика, кстати, красивая. Мне нравится. С вами разговаривать можно? Теплое пальто. Не мешай мне работать. Так, смысле, вот утром болтаюсь. Смотрите, какой смулы. Кто? Курица? Так. Осмотреть. Подделка из нити, веток и перьев. Призвана защищать дом от нечистой силы. Вот как раз по нашему две души, да? Там что-то лежит. Надо посмотреть. Пролетаритис Бродзола. Такие слова. Это просто... Близок день, когда человечество сбросит ненавистные оковы. Одним ударом могучей руки, закаленной в труде и борьбе с невзгодами, избавится она от презренного царька. Да послужит. Послужит и послужит. Но нам дали опыт. Самое главное. Пусть там служит кто, кому хочет. Для себя снимаю, говорит. Лука. Привет, Лука. Здравствуйте, господа. Это Кабак. Эй, Путник. Эй, Путник. Ты издалека? Да, устал с дороги. Ботинки у тебя хороши. Теплые или... Бесстрашно согласиться. Давай подеремся. Вообще-то, ботинки у меня весьма теплые, благодарю. Тебе это с рук не сойдет. Не скушайся судьбу, Лука. Тобой мы займемся, как уладим кое-какие формальности с этим туристом. Идешь с нами. Мы царские солдаты. Что-то рожа у вас не солдатские, а воровские. Кажется, по своей воле он с нами говорить не собирается. Значит, сойти носу и по-быстрому. Так, давайте мне научат драться. Вы победите в бою, когда у врагов не останется очки здоровья. Я понял. Начай бой. Что это такое? Запланированная атака. Быстрая атака. Наносит 5-6. Давай, ну так что. О, минус 1. Ой, ножом, ёпта. А, у меня все равно, да? Очередь действий. Восприятие позволяет вам предугадать действия врагов. Скорость навыков. У каждого наука есть скорость. Медленные навыки. Сильнее быстрых, но на подготовку нужно время. Как я пойму, что он будет делать? Быстрая атака. Запланированная атака. Давай запланированная еще раз. Блин, а что я могу делать? Почему я? Я могу только атаковать, и все. Он меня ножом херачит. Давай, быструю атаку бахнем. Как я люблю эти пошаговые стратегии. По делам этим русским. Жалобицы точно не станут. Наверняка им стыдно, что им калека задницы надрал. Почему меня калекой назвал? Я, вообще-то, умею так делать. Но? Но, оп. Сейчас я вас всех это очищу. Но, поприсунул. Тинь-тинь. Ага, музыка. И тебе так же сделала. Все. Вы теперь очищены. Вы теперь больше не... Вы утерете солдаты настоящие. Видите? В гвардию защищать всех русских. Ну, а не вот грабить всяких людишек бедных. А никто-нибудь здоровье восстановит? О, собачка. Хороший песик. Это все. Все взаимодействие. Думаю, мне там очки дадут. Что-нибудь. Так, куда мы идем-то? А, сюда. Домик. О, кайфово. Кайфово, красиво. А что, вкуснотища? Я вообще смотрю, что раньше такое бухали. Потому что больше делать ничего. Либо бухали, либо воевали. Везти из Эревани. Эреван, может? По сообщениям наших корреспондентам, назначенный военный губернатор, принц, только что прибыл в Эревань. После торжественной встречи, на которой присутствовало все. Короче, именем опыты дальние. Что мы ищем-то? А, там кто-то на коленях стоит. Что они там занимаются? Что за непристойные вещи? Так, тут ничего больше нет. Тут ничего. А там, может быть, что-то встретим? А, ай, как хорошо пошла. Девчонки, вы чего? Кто вас там хорошо ходит? Хорошо, потом пойдет. И выйдет. Так, ну здорово, рассказывай, что там. Ой, не та кнопка. Распутин. Что? Это же какой-то там очень серьезный дядька был. Или они просто именно взяли. Прошу прощения, сударь. Не вы ли Григорий Ефимович, а Распутин? Ра-ра, Распутин, Неван, что-то... О, он такой же, как я. Вы, походу, оба вот эти вот любители пощелкать. Прошу прощения. Простите, но я так долго вас искал, и... Я ждал встретить вонючего неграмотного простака, который обманывает больных и говорит, что слышит глаз Божий. Говорю же, прощаю. Так мне вас описывали, особенно в Петербурге. А еще говорили, что вы исцеляете даже самых безнадежно больных. Лечите необъяснимые недуги. И во что ты веришь? Скажите, что вы верите в... Хочу убедиться лично. Если поможете мне, я поверю во все. Поверьте, и вы мне. Я кроме чуда уже не все... Скажите, я все перепробовал, кроме чуда. А я знаю значение этого слова. Тау-марк. Откуда ты родом? Я из Варшавы. Из России, стало быть. Из Польши. О, и какой именно Польши? Из российской, немецкой или австрийской? Эх, это хорошая шутка. Из Варшавы, говорит. Как тебя звать? Виктор Шульский. Виктор Шульский. Мне доводилось сносить оскорбления в свой адрес, стирать плевки с лица, а иногда даже... И ты мне теперь говоришь, что ты колдун из воображаемой страны, которой на карте уже сто лет нет. Извини, если обидел. Просто кофе поутру не выпил. Прощаю. По-прежнему прошу вас о помощи. Докажи, что ты этого моторка. Тогда я тебя выслушаю. Давай. Что вам угодно, сударь. Встречались мне такие, как ты. Я знаю, на что ты способен. Найди в этом кабаке кое-что, что принадлежит мне. И скажи мне что-то, о чем знает только я. Сначала мне нужен какой-нибудь личный предмет, чтобы опознать вашу метку. Польнее я смогу опознать и другие предметы. А то моторги-то люди, которые что-то ищут, что ли? И по вещам знают все. На, понюхай. Итак. Потертые четки с 36 узлами. Пылкий характер запятнал шерсть. Сильнее, чем могучие сальные пальцы владельца четок. Они пульсируют смесь из лазурного упоения фиолетовой страсти и графитового упрямства. Прикосновение к шнурку опаляет, но в то же время манит. Явная метка Распутин. Знаете чего? Не дай бог, далее мне нужно будет что-то из этого повторить или найти в тексте. Распутин человек пылкой души и необузданной страсти. Сила характера делает его лидером, за которым хочет следовать. Главное, не сгореть в его пламени. Хм. Анда, смотрите, в любом случае. Я скоро вернусь. Жду, не дождусь. Слушайте, знаете, я такие игры не особо-то обычно люблю, но что-то найдет, есть вот эта изюминка. Наблюдение – это информация, которую вы получаете в взаимодействии с окружающим миром. Собрав достаточно наблюдения, вы можете сделать заключение и открыть некое важное и полезное знание. Кайф, сейчас откроем. Предметы и восприятие. Вот я нажимаю свою походу кнопочку, да, и вот это происходит. В том одежде обладает умение восприятия, которое позволяет им считывать эмоции, поступки, слова и мысли, оставлены человеком на каком-либо предмете. Однако распознать их можно лишь достаточно, развив грани сердца, деяния и слова. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают трех видов. Неизвестная. Вы видели ее впервые. Вот это неизвестно, это я увидел впервые вообще. Это как? Ну, я типа видел уже, но она не знаю, чья, да, и чья-то, да. Вы уже встречали такую метку, но не знаете, кому она принадлежит. Явное, вы знаете человека, которому она принадлежит. Чтобы увидеть метку, вы должны пройти проверку. Окей. Вот так, да. Вот типа я вижу вот эту еду, я подхожу. Это грязная миска. Грязная миска с остатками похлебки. Неизвестная метка. Закрыта. Нельзя это пользоваться, да? Что-то здесь. Итак, молитвенник, расписная книга с православными молитвами. Он пульсирует томным сладостным вздохом. Прикосновение шелка, ароматом придворной пудры. Но там, где цветут теплота и нежность, растут шипы неизбежной тоски и разлуки. Явная метка распути сделать заключение. Ну, делай. Кто мог подумать, что в этом монахе заключена такая пылкая страсть? Оказывается, за маской целителя скрывается непревзойденный любовник. Подчиняющий себе женские сердца и тела. О, да. Возможно, в этом и есть его секрет. Врачебных методик. Деяние один. Там слово какое-то. Давай еще посмотрим. Может, тут еще что-то? Сейчас расскажем, что он любовник и все. Это то, зачем нам... О, а нам все уже, он говорит, иди. Рассказывай, что я любовник. Ну, ладно, давай. Ноги не болят, не устал. Выглядишь как-то не ахти. Я же сказал, болен, помоги мне, дебил. Я почти закончил. А я никуда не спешу. В смысле? У меня же уже все. А, типа еще надо? Не, ничего. Нехорошо. У него хорошо пошло. Ну, не понял. Я что-то упустил? Подожди. Почему я, когда я здесь, метка ведет? Смотрите. О, видите, куда-то туда. Когда я здесь. Так, ничего больше. Здесь, что ли, что-то? Как камеру повернуть, кто не знает. А, вон там что-то лежит, я вижу. А как камеру повернуть? Как камеру повернуть? Брат. Смотрите, видите, когда я здесь? Вон там, как будто. Похоже, как будто вон, видите, вот этот. Может быть, нет. Мм. Фу, глянь, а какая-то. Видите, он оп, и туда показывает. Странно. Давайте еще раз к нему подойдем. Может, все уже? Ладно, сейчас. Не, я тупой. Я просто хожу часами по кругу и ни хрена не вижу. Оказывается, эта метка не на нем, говорит, а он на полу. Лосятница. Инструмент покаяния, наносимый для намеренного умерщвления плоти. Ясно. Блин, столько ходил вокруг да около, а тут все на полу лежит. Я как всегда... А, так все есть, да? Слово, деяние, разум. Ну и все, хватит мне. Ну что, колдун узнал что-нибудь? Что ж, вы человек целеустремленный. Это отражается в вашем характере, в вашей набожности, в ваших способностях. Вот уж удивил. Я не закончил. В Петербурге вас ждет приданная вам молодая фрейлина. В меньшей мере, одна, мой друг. Присаживайся. Напомню, зачем ты меня искал? Несколько лет назад я пробовал поймать дикого Солютора. И из-за этого потерял контакт со своим первым Солютором. Из-за этого я не могу развивать свои способности. Моё пырь где-то рядом, я точно это знаю. Иногда он даже попадает с мне на глаза. Но я чувствую, что связь между нами слабеет с каждым днём. Если она исчезнет, то я сойду с ума. Потеряю связь с реальностью. Не знаю, смогу ли я тебе помочь. Мне терять нечего. Так что я готов, умоляю вас о помощи. Нужно, Виктор. Я не знаю, в состоянии ли я тебе помочь. Я получил дар от Господа. Одних мне исцелить удалось, других — не вполне. Доставом от тургами я раньше не работал. Просто попробуйте те же методы. Можем попробовать. Созристошься на моём голосе. Ты в безопасности. Пока ты слышишь мой голос, тебе ничего не грозит. Открой мне свой разум. Позволь взглянуть на мир твоими глазами. Впусти меня. Да он так девчонок охмурял. Впусти меня, говорит. О, где я? Распутин, никого. Нормально. Че, я должен что-то щелкать там? Нет, не должен. Иду на свет, короче. Все подлагала, что-то внезапно. О, подрасти. Нужно выбираться. А, это вот тот чел, который к нему поверил. Дух такой подходил. Это, походу, он его теряет, да? Это он. Как будто цепями лазгают. Кого лазгают? Короче, ты метки удойти, да? Ты слеп. Так я не научился замечать очевидное. Неужто ты до сих пор не видишь? И что же я должен увидеть? Твой взор, как всегда, затуманен изъяном. Гордыней. Твоей чертовой гордыней и чувством превосходства. Наверняка мне это от тебя досталось, отец. Ты же проиграешь, глупец. Ты всегда проигрываешь, даже самому себе. Твои глаза бесполезны. Да хотя бы слух напряги. Безмозглый слепец. Слепец, 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 скорее всего. Слышишь меня? Слышишь? Вот он, это его друг. Я все вижу, отец. Ясно вижу. А, это ли это отец с ним ходит? Он ему помог, получается. Долго еще валяться, извольте? Я подмести хотела. Где Распутин? На кладбище он, изгоняя злых духов и утешает людей. Вы в порядке? Да, конечно. Мне подмести надо. Я как раз ухожу. Как же Распутин тебя видеть? Там было что-то еще. Точно не видение, Салютор. Дикий, непрекаянный. И если это так, то в деревне живет тот с изъяном, который этого заслужил. Что такое? Вы это мне? Я молился. Мне подмести надо. И так, полностью выздоровляйте благодаря помощи кузейсника. Я выздоровел. Я вообще здоровый человек. Че еще можно что-нибудь посмотреть? Можно вас тут? Нет? А что-то такое, смотри, все блестит. А, это просто красиво так сделано, чтобы я мог красиво посмотреть. Ну, что, игра прикольненько. У зданий может быть сразу несколько задач, между которыми можно свободно перемещаться. Каждая задача ведет в цели своей дороги. Окей. Че, 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 с кем подраться надо? Слушай, а мой солитер, как будто вот я дрался там с этими... Я думал, что он у нас... А, видите, сразу. С двух сторон можно. Типа и сюда можно. Эх, опять работать. Это кто? Нет, я не хочу к этому. Пойду туда. Все, а, либо сюда можно зайти. Нет, нельзя туда. Вот теперь можно смотреть, а почему? Вдруг у нас бесы развелись? Не, нам туда все-таки. Где человек с изъяном? Приманившим дикого салютора. Прошу прощения, мне бы попасть на местное кладбище. Подвезете? Я утром только с почты воротился. Лошадь с Зова запрягать не стану. Вам на кладбище надо? А к чему такая спешка? Мертвецы же не убегут. Да и кобылка моя на ладан дышит. Утром только с почты воротился. Так, смотрите, мне нельзя нету выбрать. Можно только уйти. Почему нельзя выбрать? Продолжайте поиски. Какая деталь от вас скользнула? Я скоро вернусь. Окей, влияние. Будучи там аматургом, вы обладаете способностью влиять на окружающих. Чтобы повлиять на человека, сперва вы должны выведать его секреты, делая заключение. Когда на персонажа будет повлиять, его значок... А-а-а... Я могу секрет узнать, типа... Так, посмотрите, его... Лопат на лопате остались куски грязи. Изводчику пришлось выкапывать просевшие мягкую почву колеса. Окей. Под со лба изводчик утерял тряпкой. Тряпка смердит, прокисшая усталостью от попыток вытянуть из колеса. Размягшей земли трещит хребет и пылает мышцы. Помощь ждать не от кого. Такова его уж работа, таков его рок. Изводчик выбился из сил. Он целый день в одиночку разгружал повозку. И теперь грезит лишь минуты покоя. Я могу снять его усталость. Ха. Брат, а ты чё? Улиять на извозчика? А, типа этот может... Помогает мне, типа, показывай. Даже с места не сдвинусь. Сердце один? Что такое сердце один? Может, всё-таки передумайте. Отвезет меня на кладбище? Если подумать, это место он или и кладбище. Да и лошадки. Прогулка не помешает. Поехали. Блин, а зачем так влиять? А как на него это влияет на человека? Может, ему ещё хуже будет. Так вот, очень. Тут надо ещё... Есть ещё какие-нибудь секреты, которые мне нужно узнать? Здорово. Ой, ты чё здесь стоишь? А, это этот. Ты жив? Получается, я тебя исцелил, Талматург? Я даже не знаю, как вас отблагодарить, сударь. Спасибо вам за всё. Мне уже столько лет не было так хорошо. Рад помочь. А мне сказали, что вы на кладбище. Я сразу подумал, что вы воскрешаете мертвецов. Не сегодня. Сегодня я молюсь за упокой души Василия. Вся деревня скорбит о нём. Он был здесь старостой. Он проклял нашу деревню. С тех пор, как он погиб, над нами нависся злой рок. Видишь? Они что угодно готовы свалить на колдовство. Они считают, что после гибели Василия в деревне поселилось какое-то чудище, которое воет по ночам. Так и было. Во время обряда исцеления мне было видения. То ли во сне, то ли наяву мне явился Солютор. Думаю, он дурно влияет на жителей деревни и воюет по ночам. Он воет. Они люди добрые, но не слишком смышлёвый Виктор. Думаю, вводят по ночам поезд. Знахарка говорила, что этот злой дух Пуковац. Создание, что вас беспокоит, ползает и кремит цепями. Рот у него клыкастый. Это Пуковац. Где этот староста жил? Я покажу. Да, упокоится душа Василия с миром, аминь. Блин, чел, чел, как бы, ну, ну, проповедует Бога, да? Но при этом, кто ему помогает? Как всё, это, ну, переплетено у них здесь. В этом, в этой игре. А, опять к нему, что ли? Куда мне надо? В деревню сгоревшее имение? Или куда? Куда мне надо-то? Знаете, человеку, взяли на прямой, дикого салютора. А, сгоревшее имение Василия, надо посмотреть. Ну, ехать. Пойдём. Пойдёмте. Пойдёмте, сэр. Расскажите, что-нибудь интересное. Что у вас на душе лежит? Что там, сгорело у кого? Или не сгорело? Всё, разузнал. Ну, что там? Что ты надеешься найти? Пожар почти год был назад. Время не имеет значения. Я ещё зацепки, личные метки, которые приведут меня к носителю изъяна. Что привлёкся до салютора? Понятно. Думал, я смогу тебе помочь, но... Не уверен, что понимаю, о чём ты говоришь. Изъяна. Это глубокие шрамы на людских душах. Они образуются после пережитого горя. О чём тут эти, как их, салюторы? Это что за латынь? Да, на латыни это означает «новичок». Люди называют салюторов по-разному. Духами, демонами, чертями и так далее. Вроде тех, которыми знахарка и остальные старухи народ пугают. Иногда подобные сказки описывают то, как люди воспринимают салюторов. Физической формы они не принимают. Салюторов привлекают людские изъяны. Томатурги могут обнаружить эти изъяны, вывести их наружу и принять на себя, чтобы приманить салютора. С этим-то у меня как раз самые большие трудности. У меня не получится удержать салютора, не зная, как установить с ним связь. Какой же есть у тебя изъян? Мой изъян — это гордыня. Я даже не подумал. А теперь... Спасибо вам за помощь. Теперь я снова могу распознавать людские изъяны и видеть салюторов. А теперь я сейчас смогу поймать второго салютора. Всё, пошли. Мне нужно осмотреться тут. На здоровье. Был прикольный, на самом деле, если мне не нужно было читать, хочу сказать вам в очередной раз. Вы чувствуете это? Это сладкий аромат тайны, говорит. Слово. Разрушенный дверной короб, каким-то чудом переживший пожар. Страх проник глубоко в деревню короба, боясь горячего плавения и тревога от потери любимого человека. Засохшая кровь пропитала обугленные доски. Кровь звучит, как страдание. Пролилась быстро. Рана от ножниц неглубокая, но смертельно точная. Жизнь покинула тело, сердце сжалось, разум признал конец. Прошло мгновение, и появилось пламя. С ним вернулась и боль. А тебе, видите, тут опять эта хрень висит. Вот это вот. Блин, а как камеры крутить? Потому что... Ну, я же могу только приблизить, получается, да. Все, больше ничего нет здесь. Какая-то третья метка должна быть, наверное. Вот здесь, может быть, здесь едет. Нет. Слово, дверь, кровь. А что еще? Может, вот это и мини надо смотреть снаружи? Куда меня ведет эта метка? Все? Ладно, давайте посмотрим по кругу, может, что в округе есть. То я посмотрел, вот только... А, ну, ведь я же говорю, кажется. Или не? Не, мне показалось. А, вот, я же говорю, точно осмотреть все. Итак, тряпочная кукла. Обгоревшая тряпочная кукла. Старая на вид. Кукла заключена в твердую скролупу страха. Он лежит слоями, как лак на старой картине. Страх ребенка. Испуг девочки. Ужас юной девушки. Они спелись в кокон запаха Пскивидара, который сжимает горло и давит слез. Что-то там на глаз. Слез на глаз давит. Пускай не давил слез на глаз. Так, ладно, смотрим дальше. Внимательно. Там за домом нельзя пройти. Знаете, что меня удивляет? Что в этой игре нельзя... Нельзя камеру повернуть. Ну, типа, обзор с другой стороны сделать. О, а что это он? В этом доме всегда царил страх, а его хозяин был жив. Когда дом загорелся. Кто-то хотел его убить. А пожар всего лишь прикрытие. Получай, это убийство породил изъян, который тебя приманил, верно? Я найду тебя, когда выслежу убийцу. Новая запись в дневнике. Дикий Солитор. Дикий Солитор показался из логова. Это его зовут. Буковица. Блем-блем-блем. Удар, нанесенный в приступе ярости, убийство и пожар. Эти события породили изъян, на который явился Буковац. Нужно найти тех, кто был здесь в ночь, когда сгорел дом. Виктор. А если ты доволен, Тома Турк? Мне кажется, пора убираться. А что за спешка, батюшка? Мы же за царя. Кстати, не жаляйте ли сделать взнос для царского войска? У нас отразительный застав нет. Это ж тот паренок с шикарных ботинков, который и нашим товарищам морду начистил. А вот неравна. Сила явно неравна. Поэтому мы тебе и даем шанс. Заплатив взносы, мы уйдем с миром. Имею в виду, перевес на моей стороне. Шатко улучшить Тома Туркью. Очки развития. На перелете находятся доступные очки развития. Я понял. Так, что я могу? Слово, деяние, разум, сердце. Это улучшение использует восприятие грани сердца. А это что такое? Рисковый ход позволяет нанести удвоенный урон. Во. Фига себе. Что тут есть еще? Расслабление повышает концентрацию. Наполно снижает концентрацию на один. Позволяет прерывать запланированным врагом действия вероятности. Вот один. А мне еще второй где-то был, да? По-моему, мы сказали. Что-то еще. Идеальная эффективность. Перфекционизм на 7. Все атаки на строгу максимальный возможный урон. Ух ты. Вот что-то из этого. Слово. Это лучше использовать восприятие на грани слова. А разум повышает концентрацию. Это улучшает добавление очка на грани разума. А я не знаю, в чем разница. Ну, сердце, разум. Мне вообще сказали качать, типа, вот эти две. Деяний никто не говорил ничего. А, хватит. Итак, начать бой, давай. Итак, сильные атаки и концентрация. Для того, чтобы выполнить сильную атаку, необходимо полностью лишить врага концентрации. После чего этот будет подавлен. Сильные атаки. Учить, поняли? Диверсия снижает концентрацию. Наносит урон. О, же такой враг не подавлен. Быстрая атака, запланированная атака. У кого из них нож есть? Можно его не бить? Я хочу этого бить. Кто этого ножа? Эта дубинка, это с кулаками. Хер-то с ним. Вот этого давай. Так, кого ударим. Давай проверим. Диверсия снижает концентрацию. Давай. А дальше что? Лебета Вентал. Снижает концентрация. Снимает с вас все погодные состояния. У меня ещё такого нет. Значит, медленно кровавое покаяние. Ух ты. На одной стороне восстанавливает вам ноль здоровья. Хочу поколение. Покаяние какое-то. А, это вот, смотрите, друг у меня, типа, бахнет его, да? А я его ударю. Мне кажется, они меня побьют такими топами. Возможность для сильной атаки. Ваш противник полностью лишился концентрации. Теперь подавлен. О. Охренеть. Кайф. На ними тоже бьются, кстати. Так, теперь вот этого надо. Ну всё, значит, я буду всё через духа делать. Что же снимает все ваше пагубное состояние? А у меня есть пагубное состояние? Нет. Кровавое покаяние. Давай вот это попробуем. Так, а теперь что? Вот я, давай. А, у меня ещё здоровье восстановили, прикиньте. О, прикольно. Прикольно, он ещё и хилится от этих ударов. Ну, кажется, диверсия, давай сразу же. Вот, вот это что такое? Я всегда буду этим пользоваться, он будет нездорово и восстанавливать. Каждый удар. Ну всё, это гг. Прикольно. Вы в порядке, сударь? Очко тормотургии. Я, да, но получается, Солитор помогает в бою? Ты можешь отправить демона прямиком кому-то в голову? Ну, в целом, да. Вы точно в порядке? Позови меня Григорий. Пойдёмте назад. Не нужно кое-кого навести в деревне, чтобы выведать, что здесь произошло. Ну что, друзья, думаю, давайте на этом остановимся. Не забудьте прожать свой лайк и написать, что вы думаете по этой игре. А может быть, вы захотите стримчик. Кто знает. В общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Приятной игры. Продолжение следует.